всем привет вы на канале veta tv и сегодня нам предстоит очень долгая работа мы будем подбирать на косметичку начнем и конечно с тонального средства мне очень понравилось средство от римель это last in radiance он очень красиво смотрится на коже даже на моей жирной кожи он не скатывается он не завалится морщины не подчеркивает поры плюс еще имеется spf 25 и красивый блеск я не скажу что блеск этот какой-то уж слишком дешевый или какой-то вот не эстетический то есть все довольно красиво смотрится это нормально это уместно и не вулкарно очень мне понравился кстати девочки и здесь вот это самый светлый оттенок и я вам скажу что да он подойдет очень светленьким девочкам меня это 010 light порселайн очень красиво смотрится но действительно подстраивается вот если кто-то вот присматривался можете попробовать он мне понравился дальше возьму вот такую вот пудру от everline пудра это мелкодисперсная очень красиво смотрится на коже она не продлевает макияж и где-то она матирует вашу кожу у меня вот если брать жирную кожу где-то приблизительно на один час и потом она уходит уходит неизвестном направлении и при том не прощаясь поэтому имейте ввиду что где-то приблизительно на чат далее вам нужно рассмотреть просматривать что у вас там на коже возможно уже там жарится яичница или еще что-то интересное а так пудрочка мелкодисперсная вот она очень такая вот красивого бананового цвета пахнет она тоже бананчиком 8 пудра прикольная но имейте ввиду что она ничего там не продлит и заматирует ровно на час конечно вещь для меня для жирной кожи я считаю бесполезная потому что сумочку ты не положишь все таки потому что это все может рассыпаться как-то для своей кожи целесообразной эту покупку я не считаю мне хотелось попробовать я попробовала и кстати почти уже и все и использовала потом возьму блюрищую пудру от пюба она немножко продлевает макияж очень красиво смотрится на коже действительно она блюрит пудра хорошая очень приятная я думаю что вот со своей задачи она справится просто на все сто процентов у меня это оттенок 0 1 для очень светленьких девочек она все таки будет темноватый то есть я так считаю что это самый светлый оттенок для светленьких я думаю все таки будет темновато она да далее возьму такой бронзер у меня это от эссенс для светлой кожи 0 1 оттенок натурал красивый правильный оттенок единственное что она начала засаливаться и набирается теперь оттенок гораздо хуже но здесь действительно такой хороший правильный оттеночек видите он почти что вот сливается с моей кожи то есть это будет выглядеть очень натурально очень красиво вы не будете разукрашены вы не будете бояться что сможете переборщить этим бронзером действительно очень красиво смотрится запах девочки здесь запах очень приятный кокоса теперь хайлайтер конечно как же без них я хайлайтеры вообще люблю обожаю и не знаю вот если это мода на хайлайтеры уйдет это для меня будет очень большой трагедии ну и вообще конечно с возрастом нужно все меньше и меньше использовать хайлайтер но если душа просит отказывать нельзя меня это хайлайтеры революшин от революшин ультра кулу гол холодных оттенках а задумка сама по себе неплохая но хайлайтеры плохого качества что для меня означает плохое качество это во первых они очень сухие не очень пылятся текстура здесь они насколько хорошо спрессована потом они имеют очень яркую базу и вы можете наделать себе полосы поэтому те девочки у которых есть что скрывать девочки у которых возрастная кожа имейте ввиду что это все у вас может подчеркнуться именно с помощью вот этих вот хайлайтеров спасибо конечно но нам не надо я хочу уже наконец-то допользовать и выбросить конечно же я покупку эту повторять не буду но девочки мне не обидно мне эта палетка досталась с подарок из сайта там один сайт как икс убьючи да их убьючи я так и не знаю ну в общем не проблема палетка подарок поэтому дареному куню никуда не двигается а так вот если использовать вот этот оттенок очень замылился и он стал хуже набираться если использовать вот для подсвечивания или вот здесь вода уголка глаза например тогда будет прикольно но если в качестве хайлайтера оттенки самой по себе они красивые они дают сияние это сияние не будет уж очень таким вот ярким но не гораздо вот нужнее чтобы хайлайтер в первую очередь действительно дело мою кожу красиво и светящийся они перегружены и стары это сделают года с нами зачем нам еще лишние проблемы советовать я конечно не буду сама буду добивать так теперь о это я люблю делать вот это вот румяна тоже от революша заказывала я палетку на ватсон кстати там она очень дешево мне обошлась на разных сайтах разная цена вы в общем по мониторте найдете себя я брала за 251 гривну здесь есть вот это вот хайлайтеры так как топеры для румян это вот но можно использовать и как хайлайтер знаете как хайлайтер все-таки для меня тоже мало сияния а вот это вот румяна румяна они матовые есть румяна похолоднее оттенка есть немножко потеплее очень интересная задумка я думаю что она действительно подойдет многим но все-таки я ее больше советую девочка которые имеют светлую кожу я думаю вот на них она будет просто очень выигрышно смотреться и мне вот поиграться например с этой палетка очень интересно она неплохо работает она как-то вот и держится и красиво смотрится и вот эти вот топеры тоже это прикольные от прям так поверх как вот производитель написала и таким пользуюсь вверх румяна или там например хайлайтер с бронзером я смешиваю вот этим вот красивым оттенком ну кстати вот этот вот и под этим подошел бы как хайлайтер для девочек с тепленьким потоном кожи в общем вот это вот красивейшие просто розовые румяна холодные моя сейчас наберу и покажу вам потом кстати пигментация у них средняя вы можете вот как такой вот еле-еле румянец нанести так и прям вот натереть такую себе красивую сделать аппетитную какую-то вот румяную булочку в общем румяна мне понравились и я думаю что по цене тоже цена не кусается не мне понравились видите вот это вот хайлайтер могу советовать такая прикольная действительно когда поверх румяна наносите вот видите почему-то напачекает это не так было видно когда на руку перенесла вот видите пигментация здесь есть не бойтесь все здесь есть возьму конечно базу от ар деко она хорошо сдерживает сухие текстуры сатины некоторые шиммеры но если говорить о такой вот желейной текстуры которая сейчас она очень модная она их не сдержит это все будет заваливаться и скатываться но если у вас обычные тени зачем платить больше очень прикольная база так теперь конечно же возьмем для бровок это у меня с алиэкспресс здесь есть зеркало вот такая вот имеется трешечка оттенки здесь красивые вот это вот воск обязательно сначала воск потом в какой-то оттенок если вы набираете отдельно какой-то оттенок он пылит он плохо ложится на кожу но если с воском очень красиво смотрится в общем прикольная штука мне они понравились к сожалению здесь все уже за теплость я не могу сказать что это за бренд но мину про да что-то здесь проклядывается но четвертом оттенке мину про прикольно очень даже неплохо ну конечно карандашик от веген с собой возьму если нужно будет рисовать это какие-то волоски может выпадет что-то но четвертом оттенке тоже очень полюбила этот карандаш если вы не пробовали не пожалейте купите он того стоит вот он реально того стоит наверное возьму себе еще конечно же карандашики это у меня карандаш будет от веген с собой такой красивый бирюзовый оттеночек девочки не голубой бирюзовый именно имейте ввиду да это 0 5 оттенок и вот такой вот 008 blue от риммель кстати риммель стоит дешевле чем веген с собой хотя смотря в каком магазине по качеству они тоже крутые они реально крутые вы можете брать как и вен с собой так и риммель по стойкости мне больше нравятся карандашики от буржуа но они ну они дорогие что там скрывать да они дорогие если вы хотите что-то более-менее бюджетненькое берите эти карандаши или не пожалеете они хорошо и на и в слизистую ложатся и тени на них хорошо ложатся если вы как подложечку и будете брать в общем прикольная штука я вам скажу очень даже прикольная штука так теперь знаете что возьму себе вот такой вот тушь ой эту тушь я уже рекламировала конечно они мне уже вот арт-деко даже не доплачивать просто очень здесь хорошая кисть елочкой хорошо удобно ей прокрашивать реснички она и подкручивает она идет с микрофиброчкой очень красиво и удлиняет и распушивает ваши реснички будет делать и более объемными более выразительными красивыми в общем они плюсы у этой туши они минус есть цена все-таки цена как-то дороговато нам теперь конечно же возьму перекрытие мне не хватает от этого и тонального средства здесь среднее покрытие она не сбегает но она средняя до наслаивать я бы не советовала если у вас жирная кожа поэтому возьму себе консилер очень мне понравился консилер от catrice единственное что под сами глазки я стараюсь не наносить или если наношу тогда только вот краешком вот пальчиком чуть-чуть потому что если здесь вот да очень красиво смотрится но в течение дня кожа он не заваливается просто кожа будет казаться более перегруженной она как-то вот потрачено будет смотреться я такое не люблю поэтому стараюсь вот эти места обходить если хотите что-то здесь забивать уже да тогда берите лучше лореаль он смотрится более красиво тени от люкс визаж жидкие девятом оттенке я думала они у меня будут скатываться но нет девочки нет все держится все красиво я не люблю эти тени использовать например как подложку это красивый холодный розовый оттенок они работают как подложка но я не люблю как на них тени ложатся честно что-то это не мое не не мое но оттенок красивый он может пришить не самый удачный оттенок из всей линейки но смотрится неплохо если что-то хотели вот такое розовенькое холодненькое можете тоже присматриваться брать деньги небольшие теперь что касается помад возьму помаду от релуи это одна из моих самых любимых помад мне очень нравится здесь не по текстуре текстура здесь тоже неплохо именно по оттенку здесь холодный оттенок 950 у меня очень красиво смотрится я уже много использовала и я бы советовала и девочкам с холодным потоном кожи это очень красиво именно вот светленьким да очень красиво смотрится девочки очень я не скажу что это уж так оттенок барби и по барбиш не видали но красивый оттенок оттенок вот реально крутой я хочу ее закончить но я буду жалеть возможно я даже повторю покупочку если не найду в каком-то вот другом бренде что-то наподобие но пока у меня не получалось возьму также хочу это я вам просвотчила сейчас мы ее намажем покажу вам поближе видите красивая помада очень красиво вот блеск от релуи оттенок мелкий вей 0 2 то мелкий вей очень красивый блеск так себе он пахнет и очень я бы сказала хорошо имеет такую себе голографику здесь есть и переливы такие голубенькие и сиреневенькие что-то там все там есть в общем но каких-то вот оттенок сам по себе холодный но такие вот губ на которые вот сейчас модно вы не получите блеск довольно большой но объема я бы не сказала что он слишком уж так придает объем вашим губкам если хотите объема тогда это не сюда но оттенок сам по себе красивый немножко вот что-то вот подблестить и он сможет не он так понравился я не буду заказывать повторно себе этот блеск но блеск неплохой и возьму конечно под маску помаду 109 от лариатч у меня попернут такие вот розовые оттенки очень люблю эту помаду хорошая у меня текстура ничего не смазывается под маской я довольна вообще это помада и плюс она не пересушивает кожу ваших губ это согласитесь очень очень важно особенно девочкам которые постарше которым уже за 18 и теперь к теням тени я возьму себе чего не такое взять я не знаю чего такое взять ладно не будем возвращаться возьму-ка я себе палетку от туфейс да смайджем что-то я забросила хотя его очень люблю она мне нравится и я думаю эта палетка подойдет просто всем здесь очень такой знаете нейтральный какой-то вот потом он подойдет и холодным подтоном и с более теплым подтоном единственное что здесь нечем затемнять я думаю что вот девочки которые любят макияжи такие насыщенные все-таки для них это будет проблема это реально проблематично потому что она мне иногда хотелось бы больше затемнение сена на день до нормально это будет все красиво здесь есть оттенки и для тушевочки похолоднее для тушевочки потеплее есть и блестяшки это первое чем все что надо здесь есть плюс еще очень хороший запах давайте наверное покажу здесь блестяшки они идут полупрозрачные красивая палетка красивая я как-то знаете если бы она мне пришла эта палетка перед ультравайлит до у турбандики я бы ее не поняла но сначала мне попала ультравайлит и я когда вот там текстуры они есть похожие вот эти вот полупрозрачные оттенки я когда бы пользовалась ультравайлит я уже к ней привыкла тогда эта палетка для меня просто уже была не новенько все я уже знала как ее наносить я уже знала как пользоваться я уже была довольно как слон и возьму более такое что-то вот вечерние вот эту палеточку я возьму вот ивент сабо тоже я как-то ее вот зимой постоянно ей пользовалась она какая-то вот для меня такая зимняя знаете холодная красивая но выпускалась она зимой наверное еще с этим под новый год с этим она у меня и ассоциируется палетка очень красивая нравится она мне ну после зимы я ее забросила и не пользовалась вот покажу здесь какие оттеночки есть кстати очень интересные оттенки красивые и оттеночки для затемнения зелененький может пятнить палетка имеет среднюю пигментацию но ее можно наслаивать вы можете получить эффект вау да вау пигментации здесь это сделать реально и стрелочку здесь есть такой вот темненький оттенок я бы не сказала что он слишком такой черный но стрелочку подвести ним реально это будет красиво так что все эти две палетки я возьму не хочу больше наверное ничего будет не этого всего достаточно девочки у нас с вами весна в полном раскаре да уже скоро наконец-то лето будет в общем желаю вам побольше любви в жизни и конечно же качественной косметики всего самого лучшего и до новых встреч всем пока